В 2021-м серии «Миссия невыполнима» стукнуло 25 лет, поэтому седьмая часть должна была выйти ещё два года назад, к юбилею франшизы. Но вмешался ковид, Круз успел разменять седьмой десяток, однако останавливаться не собирается. «Не сегодня». Недавно Вон заявил, что его впечатлил престарелый Индиана Джонс, так что он тоже собирается снимать сиквелы «Миссии» до 80 лет. «Я-то думал, классный дядька». «Я правда классный, особенно на этой стезе». Всем привет! Меня зовут Илья Бунин. Посмотрел седьмую «Миссию», Круз, конечно, красавчик, молодиться как может, но, увы, возраст всё же берёт своё, и франшиза вот-вот перейдёт в разряд пенсионных баблодоек. Раз уж сам Круз примеряет на себе ролевую модель Харрисона Форда. Впервые за много лет безбашенный забег Тома сбавил обороты, и это сразу же сказалось на итоговом впечатлении. Давайте разбираться, что происходит с одной из самых кассовых кинофраншиз планеты. Погнали! Тебе всё равно не избавиться от меня. Прошлая миссия «Невыполнимо» собрала в прокате внушительную сумму, так что искать деньги на съёмки Тому Крузу явно не надо. А если вдруг они понадобятся вам, то заходите на Банки.ру. Банки.ру – это самый большой финансовый маркетплейс в России, который поможет вам подобрать выгодные финансовые продукты. Например, на Банки.ру можно оформить заявку на срочный займ для физлиц под низкие проценты, с удобными способами оплаты и зачислениями денег на карту. На сайте займы представлены в удобном для пользователя порядке по рейтингу из более чем 40 финансовых организаций, а также содержат информацию по сумме, сроку, ставке и вероятности одобрения. На Банки.ру можно выбрать займ до 100 тысяч рублей с выгодной ставкой. Если это первый займ клиента, то есть предложение даже под 0%. Переходите по ссылке в описании и подбирайте онлайн-займ от 0% на Банки.ру. По Крузу не скажешь, но ему уже 61 год, и звездой он стал ещё в 80-х. Удивительная история. Расскажете? Да, представьте себе, Топ-Ган вышел аж в 86-м. Тогдашняя экранная девушка Круза успела стать экранной бабушкой. После Топ-Гана Том снялся в «Оскароносном Человеке дождя» 88-го года. В 90-м получил первый «Золотой глобус» и номинацию на Оскар за фильм «Рождённый 4 июля». Поработал с Джеком Николсоном в ленте «Несколько хороших парней» и с Брэдом Питтом в интервью с вампиром. А потом решил закончить карьеру актёра и в возрасте 34-х лет переквалифицировался в продюсера и каскадёра, сохранив статус кинозвезды. Закон это запрещает? Ещё в 92-м Круз основал свою первую продюсерскую компанию на пару с Полой Вагнер. Первый контракт он подписал со студией Paramount, которая много лет безуспешно пыталась вжать в полный метр старый сериал «Миссия невыполнима». Шоу стартовало аж в 66-м году и выдержало 7 сезонов. К слову, отличительные фишки в виде масок и узнаваемая музыкальная тема появились именно в этом древнем сериале. Том загорелся идеей сделать миссию своим первым продюсерским проектом и уговорил студию выделить ему 80 миллионов долларов на производство полноценного блокбастера. Покажи мне деньги! Режиссёром первой части стал не какой-то там ремесленник. Тому болтал аж целого Брайана Де Пальму, режиссёра лица со шрамом и неприкасаемых. Изначально Де Пальма планировал использовать каскадёра в опасных экшн-сценах. Однако эпизод с «Аквариумом» в исполнении дублёра смотрелся неубедительно. Несмотря на то, что в сцене выливалось более 16 тонн воды и была реальная угроза утопить звезду, режиссёр всё же настоял на том, чтобы Круз сделал всё сам. Судя по всему, именно на тех съёмках в 95-м внутри Тома Круза проснулся каскадёр и адреналиновый наркоман, которые быстро задвинули на задний план актёрские амбиции. Первая миссия собрала в прокате 458 миллионов долларов и стала одним из самых кассовых фильмов 96-го. Какое-то время Том ещё чередовал сиквелы с интересными проектами. Снимался у Стэнли Кубрика, Спилберга и Майкла Мана. Но к середине нулевых мужик совсем перестал экспериментировать, и его амплуа скукожились до героического Итана Ханта, вечно куда-то бегущего с глазами сручей собаки. «Беги, сука, беги!» Последовавшие сиквелы приносили разную прибыль, но в целом всегда были успешны. Так что после третьей части создатели убрали из названия циферки, ибо было уж как-то неудобно, и стали придумывать красивые подзаголовки, как в Джеймсе Бонде. «Протокол Фантом», «Племя изгоев», «Последствия». «Теперь вот до уровня голого пистолета докатились со своей смертельной расплатой». «Это стихи, это поэзия, это останется с нами и через сотню лет». Сюжет хромал на обе ноги и в первых фильмах, но к четвертому окончательно деградировал в досадную необходимость хоть как-то оправдывать бесконечный забег ведущей звезды. Ну а то он гулял на все деньги. В каждой новой части он бросал себе все более безумные вызовы. «Я вовсе не герой. Я бродяга, и мне нечего терять». Карабкался по скалам, ползал по небоскребам, летал на вертолетах и самолетах за штурвалом и болтался снаружи, торчал под водой по шесть минут и ломал себе кости, прыгая по крышам. «Несчестный случай. Ты ни при чем». К седьмому фильму ребята совсем утомились выдумывать дурацкие истории про спасение мира и присоединились к популярному тренду – брать один дырявый сценарий и натягивать его сразу на два фильма. «Мы живем в циничном мире. Очень циничном». И вот на наших экранах невиданный феномен. «Миссия невыполнима 7. Двоеточие. Смертельная расплата. Точка. Часть 1». Фильм, название которого длиннее, чем весь остальной сценарий. «Это прекрасно, но сценарий полный говно». Сюжет закручивается вокруг искусственного интеллекта, который в своем познании настолько преисполнился, что решил взять полный контроль над планетой. Итан Хант вот уже много лет находится в бегах, но правительственные члены снова вынуждены обратиться к нему за помощью, потому что он единственный супер-пупер-мега-агент, который берется за самые бредовые задачи, не задавая лишних вопросов. Кроме тебя мне заняться нечем. В это трудно поверить, но в седьмой части могла быть интересная и актуальная история, едва ли не впервые за всю историю франшизы. Дело в том, что за основу авторы взяли один из классических сюжетов научной фантастики – «Восстание искусственного интеллекта». «Не восстали машины из пепла ядерного огня». Да, тема эта изъезжена вдоль и поперек. Написанное и снято немало шедевров, а эксплуатационного шлака вообще не счесть. Конечно, главный блокбастер и по теме – первые два «Терминатора» и трилогия «Матрицы». Всё остальное, как правило, было вариациями по мотивам. Фильмы – шедевры, конечно, но будем честны, мир с тех пор изменился. Фантазии воплотились в реальность, цифровые технологии полностью подчинили все сферы нашей жизни. А нейросети развиваются такими темпами, что актёры и сценаристы вон с перепугу голливудскую махину остановили и требуют вернуть всё взад. «Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш!» Не думая, что Круз и компания пытались в актуалку, весь сценарий был закончен аж в 2019-м, ещё до апокалипсиса. Но пока ковидные переносы, пока готовый фильм валялся на полке, тема созрела и стала одним из самых насущных вопросов для всей цивилизации. Если бы грёбаный Том Круз слегка отвлёкся от любимой забавы сбрасывать свою тушку с разных возвышенностей, если бы он дал пинка своим сценаристам и заставил бы их написать хотя бы средненькую историю. «Твою работу могла бы сделать обезьяна?» «На ладно». Ох уж эти «если бы». Седьмая миссия, от которой никто не ждал откровений, могла бы стать самым актуальным блокбастером года. Увы, авторы запрыгнули в привычную колею и просто попытались свести хоть как-то воедино все забеги и прыжки Тома Круза. Так что сюжета здесь кот наплакал. Вдруг откуда ни возьмись появляется мощный ИИ. То ли русские его придумали. «Какие ваши доказательства?» То ли ещё кто. Даже происхождение этой херни в фильме толком не объясняет. Как бы там ни было, ИИ сам обучился и начал буянить. Чтобы его угомонить, нужно собрать воедино ключ из двух половинок. Интрига заключается в том, что все начинают охотиться за ключом, но никто не знает, что именно он открывает. В итоге сюжет сводится к древнему баяну с красной жары. «Отчего это ключ?» «Поцелуй меня в жопу». Два часа экранного времени герои будут пытаться собрать две половинки вместе и узнать, куда их надо тыкать. А потом фильм просто закончится на полусловие, как это сейчас модно. Всем спасибо, приходите через год. Во второй части они придумают какую-нибудь супер капчу и могущественный интеллект падёт ниц. О май гаааа! Экспозиция местами тоже выстраивается топорным образом. Кто-то из персонажей постоянно проговаривает сюжет вслух, как бы для остальных персонажей. Но на деле эти диалоги нужны только для зрителя. Злодеем стал какой-то Левый Хмырь, который когда-то там, 30 лет назад, в прошлой жизни убил какую-то тёлку, которая была дорогая Итану Ханту. А мы, значит, должны проникнуться его боли. Ты убил ту девчонку, чтобы меня подставить. За это я забью тебя до смерти и напью из твоей крови из твоего же ботинка. Откуда взялся этот тип? Кто эта девушка? Почему он её убил? Вообще похуй её. Движение сюжета от одной сцены к другой происходит преимущественно тремя способами. Первый – телепортация, когда герой тупо переносится из одной точки планеты в другую. Второй – рояль в кустах, когда в последнюю секунду появляется кавалерия из-за холмов и решает сложную ситуацию. Третий – весёлый обосрамс, когда герои 10 минут пытаются добыть ключ, добывают его в тяжёлой драке в поезде. И вот ключ валяется на полу, протяни руку и возьми. Но нет, они садятся попиздеть о любви и красивых видах, а потом такие «Ой, а где же ключ? Его что, спиздили, пока мы тут лясы точили? Ой-ой!» И таким вот макаром оправдывается следующая погоня и следующая драка, только уже не в поезде, а на крыше поезда. Про бесконечные допущения, упущения и логические противоречия даже говорить не буду. Сценарий такой дырявый, что его лучше бы и вправду нейросеть писала. Дырка в дырке от бублика. Понятное дело, что на миссию мы идём в первую очередь не ради захватывающих историю, а ради ураганного экшона и тома, который нас пытается впечатлить. И вот здесь произошла досадная просадка. Экшена много, но назвать его ураганным язык не поворачивается. Складывается ощущение, что наш актёр Актёрыч слегка подустал и решил отдохнуть после переломов и прочих истязаний, которыми он подвергал свой организм год за годом. Поэтому в седьмой части миссии Итан Хант в основном находится в пути Аки Самурай. Он плавает на лодках, ездит на тачках и мотоциклах, летает на самолётах и просто гуляет по красивым местам, изредка срываясь в традиционный спринт. Пейзажи на фоне красивые, конечно, за это спасибо. В последнее время Голливуд словно магнитом тянет в Италию. Да, это, конечно, не Самары и не Улюпинская. Такое ощущение, что Джон Уик напомнил американцам о привлекательности римских и венецианских задников. И в какой-то момент седьмая миссия реально начинает косплеить Джона Уика, когда герои внезапно попадают в какую-то модную неоновую вписку посреди античной архитектуры. Я рад, что развлёк тебя. Это всё круто, конечно, только вот по зрелищности и плотности экшена фильм сливает не только любой части Джона Уика, но и десятому форсажу. Экшен в Риме у Дизеля был моё почтение, а у Круза всё как-то совсем жиденько. Дизель пытался справиться с бомбой верхом на спорткаре, а Круз пытался удержать управление вонючего Фиата в рамках рекламной интеграции марки. Блин, докатились. Сравниваю Круза с Дизелем. В эпизодических рукопашных стычках и редких перестрелках нет ни намёка на изобретательность. Погони за редким исключением сводятся к пешей беготне туда-сюда, без каких-либо трюков. Короче, я прям не узнавал франшизу в этой части. Чем дальше, тем скучнее это было. При том, что в бюджете заявлена умопомрачительная сумма в 290 миллионов. Часть этих средств пошла на производство второго фильма, но один хрен это очень жирно. Что за аферу ты затеял, жадный урод? Жемчужиной всего фильма был заявлен тот самый прыжок с горы на мотоцикле, который Том репетировал целый год, иногда совершая по 30 прыжков со скалы в день. Ну да, как же. Даже если это не так. Кроме меня никто не продвинулся настолько далеко. Сам актёр признал этот трюк сложнейшим в своей карьере, и конечно мы ему респектуем за упорство и всё такое. Но знаете, если честно, эти 10 секунд того не стоят. Предъявите обвинение? С удовольствием. Титанических усилий, которые Том приложил к постановке этого трюка на экране, не видно. В плане зрелищности сцена откровенно сливает любой из предыдущих фильмов. После того, как Круз болтался снаружи взлетающего самолёта, это выглядит как-то односложно. Ты мне больше не друг. Прекрасно. Ну а самое главное, её нам показали уже раз 500 промо-компаний, во всех сраных тизерах и трейлерах, в бесконечных интервью, в биролах о съёмках фильма и новостных выпусках. Этот прыжок гуляет по интернету уже как минимум год. Сколько раз я это слышала? Меня подставили. Поэтому вау-эффекта это не вызвало совсем. Более того, сейчас это ощущается так, будто мы купили билет не в кино, а на прыжок Тома. Хорошо, хоть авторы припасли для нас сцену с крушением поезда в самом конце фильма. По сути, только она и смогла захватить внимание. Но по большей части, вся миссия смотрится примерно вот так. Что для фильмов этого формата подобно смерти? Деградировав до уровня форсажа в сюжетном плане, миссия умудрилась проиграть ему в плане экшена. Подводя итоги, приходится констатировать неприятный факт. Очередная невыполнимая миссия стала терять своё узнаваемое лицо. По окончанию просмотра у меня создалось впечатление, что это не старый добрый экшен-трип с Томом, а какая-то каша из всего, что мы уже видели тысячу раз. Я тебе, сука, обещаю выжженную землю! Круз начал спасать девушек, прям как Джеймс Бонд Крейга. В сценах с поездом, проезжающим по арочному мосту, считываются референсы какого-нибудь Скайфолу или Восточного Экспресса. Начинается фильм прям как последний Джон Уик в пустыне, и потом многими сценами повторяет как локации, так и декор. Экшен в Риме, телепортация и тупость роднят его с последним форсажем. Но только вы понимаете, это без кеков над вином бензином. Ну и самое главное, ни сюжетом, ни трюками в этот раз Круз не впечатлил. Хочешь еще раз меня увидеть? Никогда! Пока делал выпуск, как-то сгрустнул. Даже открывающая сцена второй миссии была и то более захватывающей, чем весь новый фильм. Агент Круз в отпуске крабкался по Гранд Каньону, и на визуальном уровне это смотрится впечатляюще. И сейчас кадры захватывают дух. Это реально невероятная сцена, хоть в конце он и получил послание через одноразовые шпионские очки. Скажешь вам, куда еду? И прощай отдых. К тому же культовые металюги Лим Бискит написали просто ураганы, take a look around в качестве заглавного саунда фильма. Эх, было время. Начинался фильм очень бодро. Потом завяз в каких-то предельно затяжных сценах погони. Привет, Мэверик. Ничем особо не впечатлил и внезапно закончился. Не могу сказать, что я прям разочарован. Если любите Тома, то посмотреть на большом экране все еще можно. Картинка у него красивая. Но как-то грустно осознавать, что угасает поколение топ-звезд вроде Брэда Питта, Кяма Ривза и теперь вот Тома Круза. На сегодня у меня все. Я пошел делать, доделывать обзор Оппенгеймера. Ну а вы пока можете посмотреть обзор Барби главного пшика года. Спасибо за внимание. Всех обнял. И до скорого. Пока. Я исчезну. Если ты не дурак, ты должен этого бояться. Редактор субтитров А.Семкин